Я считаю, что доклад был очень содержательный, были приведены основные показатели, индикаторы качества развития территории по отраслям. Я думаю, что можно было вполне оценить, как развивается социальный блок у нас в администрации, как дела обстоят у нас по обречению работ и обращению граждан, даже госдинам и поскольку вопросов о здравоохранении, вопросов о ветхом и жилье граждан, ну и по ряду других направлений. Сегодня все бюджеты и все расходы планируются, то есть они идут по проектному принципу. Существуют федеральные проектные программы, региональные и, наверное, существуют и муниципальные, но основное финансирование идет все-таки по линии федеральных программ. И те территории сегодня живут хорошо, кто участвует в максимально возможном количестве программ. Причем, я подчеркиваю, участие в этих программах подразумевается не только заимительный характер, но и, скажем так, доказательство того, что эти деньги будут использованы эффективным образом на благо территории. На мой взгляд, на сегодня администрация города Девногорска показала, что они понимают эту ситуацию и они активно в этом участвуют. Мы бы хотели, чтобы буквально в понедельник будет слушание по индустриальному парку, который де-факто у нас существует уже несколько лет, а до июля мы пока не можем его оформить. Это тоже федеральная программа, там предусматриваются определенные средства на восстановление коммуникации и строительства новых. И администрация города в этом активно участвует и нам помогает. Поэтому я считаю, что с учетом сегодняшней ситуации город Девногорск выглядит очень даже неплохо. Те выпады, которые произошли на сессии, вообще есть под этим хоть какое-то основание, с вашей точки зрения? Я считаю, что основание есть всегда. Всегда у нас нет, скажем так, единомыслия. Кто-то недоволен лестницей, кто-то недоволен тем, что зима вообще существует, тем, что там у нас нет черного моря. То есть есть масса людей, которых объективно свое недовольство этой жизнью выражает недовольство власти. Это неправильно. Правильно критиковать власть. Да, за объективные вещи. Когда люди видят, как можно сделать лучше, они должны критиковать объективно. Если это собираются какие-то частные мнения, это все идет под эгидой политической партии, но это элемент политической борьбы. Насколько он объективно в данной ситуации, я не понимаю. То есть собираются мнения, но конкретных предложений нет. И вся критика, которая идет в адрес главы, она вся, скажем так, не объективна, бездоказательна. Учитывая, конечно, и по времени, сколько все это мероприятие проходило, и по основному докладчику, по множеству судокладчиков, то, конечно, доклад получился объемный. Я думаю, многие депутаты не задали вопросы, говорили на простой причине, что он на многие вопросы заранее всем ответил. В общем, достаточно объемный, веситый докладный. Но у вас возникло ощущение, что о какой-то он теме промолчал, может, сознательно промолчал? Вот было такое ощущение? Конечно, некоторые умы могут сглаживаться. Все-таки, когда говоришь о жизни города, даже тут можно говорить о жизни одной семьи, семьи долго, тут целый город, столько отраслей. Конечно же, обо всем можно разговаривать, даже не часами, а днями, месяцами. Но не так давно у меня была встреча с главным городом врачом, и мы с ним по ряду вопросов обсудили. Поэтому то, что сегодня я ограничивался там двумя вопросами, это из-за того, что мы с ним в личной встрече встретились двое. И нашли ответы, да? Но у вас есть ощущение, что мы живем все же успешно? Ну, я скажу так, мы не худшая территория, у нас есть определенные успехи, но не стремиться можно, как говорится. Нет пределу совершенства. Проблем у нас в городе много, их надо решать, может, даже не может быть, а точно поактивнее, потому что хоть нам и говорят везде, на всех руках власти, якобы денег нет, но тот, кто и не стремится решать эту проблему, он их не найдет, и все. Работа администрации проведена в 18-м году, я считаю, что должна быть положительной, многое, что сделано, и в фондарном хозяйстве, и в социальной сфере. Понимаю, что администрация не понимает все эти происходящие процессы, есть желание сделать жизнь в области гораздо лучше, но, безусловно, для этого нужно следствие, для этого необходимое время. Ну, а на Ваш взгляд, докладывают полные, все стороны, убедительные, безусловно, поступление главы, безусловное впечатление, так как он владеет информацией, он не то, что еще не происходит, не исходит в городе. Может быть, он не осветил всю эту деятельность, но это невозможно, что на 64-х листках имеется общение по отчетам о бумажном носителе. Зато, у нас самые аквальные, эти, первые, вторые шаги, что в этот год проникались, как бы, в эти бумажные носители, для того, чтобы понять, реально, действительно, что происходит в городе, и, возможно, и сложившись в ситуации, и финансирование, все это, либо сменить, сделать, может быть, лучше, чем у нас. Мы считаем, что администрация в городе тысячи лет реализует киновечные планы, которые не станет перечислены.